Продолжение следует... 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 У народа. Хотя оно чисто на самом деле их собственностью. И вот эти же земли, которые принадлежали тогда колхозам нашим, переданы именно своему району в большинстве. Но я могу назвать 960 гектаров, Гунецкому, Акушинскому 750 гектаров и Лахтскому району. Но дело в том, что Тархи, Тахвая, Алуткен остался без ничего. Не без земель, не без имущества. Все было удобно. Вот мы обращением своим, как предыдущий сказал наш товарищ, комиссия была создана президентом. Вот мы ждали, мы выполнили условия, чтобы не сполошить народ, чтобы в республике хаос не сделать. Мы послушали всех и ждали. Президент оформил срок в сентябрь месяц. Но никто ничем не пошевелился сделать. Вот поэтому сейчас нынешняя власть меняется. Хотя, но люди ждут. Веря, какая бы власть ни была, в конце концов, наконец-то обращают на нас внимание. Но мы надеемся, что эта власть поймет ошибки, упущение той предыдущей власти, которую не обратили нас в 40. Если мы лишим тысяч человек, призывы их недостатки, социальные беды, вот, эта власть, мы надеемся поступить по-иному и обратить на нас особое такое внимание. Если, по-моему, наши любые внутренние задачи решат, лучше бывает дома. Но мы, как предыдущий наш товарищ сказал, мы по-любому вынуждены будем обратиться в международные. Органы международные, сообщества, чтобы они обращали внимание на это. Поэтому лучше было бы, если бы наше нынешнее, которое будет руководство, обращало внимание. Мы тоже ездили в Москву. Понимая, мы сами как в Москве были, понимая сложность вообще президента самого Путина в нынешней ситуации, что ему тоже самому нелегко. Поэтому, учитывая все эти моменты, мы тоже, как общественники, знаем ситуацию, наблюдаем то, что происходит. Мы идем по стопам президента, то, что создаются общественности, все общины, то, что там создаются, должны создаваться. Это все помощь государству, потому что государство сама нуждается в общинах, оперечи контроля общинам. Что мы делаем и стараемся, сегодня вот сидя в Карамане, создаем общество, общественности на всех уровнях. Из-за этого сам народ сейчас берет все под свои руки, как говорится, решает свое вопрос, местное самоуправление, определение, как оно еще называется. Свои руки, да, потому что государство сама тоже дает права, законы, все мы изучаем и идем по этим законам. И, иншалла, будем соблюдать в рамке этих законов, будем свои права отстаивать, как наш товарищ сказал, до международного уровня. Не хотелось бы, конечно, выходить за рамки. Наш старший Ваитовай всегда говорит, на местах надо уметь решать вопросы. Мы тоже стараемся. Зависит это от политиков, правителей. Вот нынешнее, то, что сейчас новое правительство назначено, меняется, там министры и так далее, наверняка с ними тоже будет у нас отношение, разговор. Посмотрим, дело времени покажет, какая политика, как, что. Если отношение народа будет правильная политика, значит решение будет правильное. Если неправильное решение будет, опять будет будоражить народ. Из-за этого, как раз, в позже случае, когда мы в Москве были, попали общественные организации, как она называется правильно. Заинтересовалась наша общественность, комиссия по борьбе с коррупцией. Председатель организации этой, председатель Центрального совета, Владимир Николаевич, генерал-полковник. Они взяли наши общественные, наши деловые внимания и будут, как говорится, содействовать и, как говорится, под контроль взяли наши все эти, то, что мы обращали, обращения наши, да. И дальнейшем будем тоже с ними сотрудничать. Пользу, конечно, мы не хотим, чтобы завтра был хаос, там, не знаю, что. Потому что таркинская проблема, это должен ему особый подход сделать. Пришло время с таркинцами действительно по-настоящему подойти, как положено. Потому что и всех народов самый сострадающий это таркин. Потому что остался без ничего, было в свое время государство, а сегодня статус беженца. Это несправедливо, мы с этим никогда не примиримся, будем отстаивать свои интересы, нужный статус тоже, чтобы было у нас. Потому что это наше будущее, мы, у нас здесь история своя, от этой истории тоже мы отказываемся, не имеем права. Для этого, как раз он Гамзатов говорит, его слова, всегда вспоминаем, кто стреляет, брошу из пистолета, а оттуда выстрел с пушки. Из-за этого, когда наблюдаешь, в Дагестане что-то творится, здесь, по-моему, уже и градовая система стоит. Чтобы этого не было, наше общество очень терпеливо, мирно, как говорится... Принимает мирное решение. Да, чтобы было все в рамках закона, ислама, светская сторона, исламская сторона, стараемся, чтобы правильно было. И за это мы просим, кто нас слушает, дошло до всех, что с нашим обществом надо по-настоящему считаться. Это Божий закон. Если посмотреть по правилам, и по-светским, и по-исламским, это пришло время, по-настоящему, если с нашим обществом правильно будет обращаться, решение правильное, значит, Дагестан будет спокойно и целым Россией. Арктистанские и Кумуки всегда со всеми другими народами Дагестана активно участвовали во всех экономических, политических событиях. Вместе с другим народом защищали то, что отечество, которое называлось СССР. Мы сегодня с Россией вместе и не представляемся вне его. Большие события происходят в нашей республике. Для решения наших вопросов нужны справедливые люди. Надеемся, именно такие люди будут рассматривать наши проблемы, которые пройдутся в кармане. Очень хочется надеяться, что решат проблему в пользу людей.